Всем доброго времени суток! С вами Саргас и это мой первый подкаст. Сегодня я хотел бы поговорить о вступлении на путь магии. Сам я занимаюсь магией уже около пяти лет и не хочу помочь желающим вступить на этот путь. Продвинутым магам это вряд ли будет интересно, так что можете смело выключить это видео и ждать следующую, но более серьезную тему. Для начала, думаю, имеет смысл рассказать о мифах и заблуждениях. Думаю, что многие желающих стать магами, даже, пожалуй, подавляющее большинство, еще даже не закончили школу. Поэтому я начну с самых киношных и игровых мифов. Первое. Магия невидима. Все воздействия происходят на тонких планах, которые человеческий глаз не воспринимает. Маэрбулы, молнии, лучи смерти и прочее, все это реально. Но в более тонком мире, на астральном, ментальном и эфирных планах. В более поздних подкастах я подробнее расскажу о тонких мирах и энергетических телах. Но пока азы. Если вы прочитывали в интернете способ создать энергетический шар, в неделю бьетесь над его созданием, но дальше непонятного ощущения в ладонях не пришли, это нормально. Он не станет видимым или более осязаемым, чем горячий воздух. Конечно, есть мастера, способные сделать энергетический шар видимым, но на это нужно неоправданно много энергии. Кроме того, такая демонстрация будет как минимум нерациональна. Второе. Приворот – это зло. Не бывает белых приворотов. Подавляющее большинство магических сайтов трубит об оказании подобных услуг населения. В рейтинге поисковых запросов о магии приворот всегда на первых местах. Несомненно, каждый хочет любить и быть любимым. И когда любовь безответна, человек страдает. Но это не повод лишать человека воли. Представьте самого отвратительного человека на Земле. Для каждого это ужасная картина своя. Но, думаю, в целом концепт понятен. А теперь представьте, что вы вынуждены любить его. Интересно, не правда ли? Никто не спросил. Но вы уже привязаны. И рядом с ним вам так же мерзко, как и раньше. Но уйти вы не можете. Потому что без него вам еще хуже. Многие, конечно, будут кричать. Да это все ерунда. Приворот действует не так. Да я знаю, что со мной ему. Или ей будет лучше. Поверьте, не будет. И да, механизм действия приворота несколько иной. Но ощущения привороженного примерно такие. И это вызывает в душе человека сильнейший диссонанс. Из-за чего он может начать пить, употреблять наркотики или просто сходит с ума. Так бывает не всегда. Но если неприязнь и отторжения сильны, а приворот еще сильнее, это стандартная схема развития событий. И поверьте, если вы нарушаете волю человека, делаете его с другим рабом, это всегда будет иметь последствия. Третье. Любое действие влечет за собой последствия. Возможно, вы слышали о таком явлении, как карма. Это очень широкое понятие, но в данном контексте мы будем рассматривать ее часть. Вселенский закон воздаяния. В разных культурах и течениях он называется по-разному. Но принцип всегда один. Любое действие возвращается в треекратном размере. Положительное возвращается треекратным добром, а отрицательное треекратным злом. Если вы заказали у черного мага порчу на смерть для своего врага, это все равно будет убийством. Почему-то многие люди думают, что это как бы не считается. Как будто понарошку. Вы ведь не убили и даже не нанимали киллера. Вы просто попросили бабушку сделать человеку плохо. Но, к сожалению, хотя, пожалуй, все-таки к счастью, это все равно будет убийством. И последствия вы понесете именно как убийца. Четвертое. О продаже души. Многие говорят, что для колдуна продать или заложить душу – это нормально. Что только так вы обретете колдовскую мощь, что все это хорошо. Что после смерти вы сольетесь с великой тьмой и будете продолжать свои адские делишки. Все, конечно, говорят по-разному, но думаю, что не слишком исказил усредненные лозунги. Естественно, это ложь. Продавая души, вы подписываете контракт с демоном. Причем не обязательно двухсторонний. Нужно быть лучшим юристом, чтобы предусмотреть все лазейки в контракте. И даже если вы чудом составите контракт так, что ваше желание будет исполнено, и вам чудом попадется демон, который исполнит условия контракта, а не тупо отнимет право на душу, в этом случае после смерти вы попадаете ему в рабство. Ваша душа больше никогда не возродится. Я не религиозный фанатик и совершенно не набожен. Это исключительно эзотерический подход. Когда люди умирают, их души, грубо говоря, сортируются. Абсолютно чистые и светлые, которых единицы, попадают в рай, где и пребывает в негие спокойствие до окончания времен. Среднестатистические люди, в которых есть и плохое, и хорошее, попадают в некое пространство, где душа очищается от памяти и опыта, и ждет своего воплощения. В некоторых традициях это место называется чистилищем. А души, маньяков, серийных убийц, черных магов, полностью предавшихся тьме, и проданные души попадают в ад. Это христианское название. На самом деле, просто нижние миры. Но оба определения верны. Там как раз происходят самые веселья. Вечные муки, служение демонам и прочие радости. Эти души никогда не возрождаются и обречены на вечные страдания. Так что, думаю, даже не встает вопрос, стоит ли оно того. Особенно, если учитывать, что демоны почти никогда не выполняют свою часть контракта. Ситуацию спросят с лихвой, причем не дожидаясь смерти. Пятое. Магия не зло. На наш сайт часто заходят разного рода фанатики и кричат о том, что «В Писании сказано, все от лукавого, вы все умрете, покайтесь, грешники, делайте как я, я один правильный и просветленный». Попытаюсь развеять страхи по поводу грехов у лукавого. Если вы творите добро, то вы творите добро, независимо, каким образом. Если вы творите зло, то же самое. Многие кричат о равновесии. Мол, если человек умирает, помогая ему магией, вы нарушаете естественный ход вещей. В таком случае давайте отменим медицину. Она нарушает естественный ход вещей. Давайте расформируем службу МЧС. Если люди погибают в завале, значит так тому и быть. В цивилизованном обществе это, на мой взгляд, очень странная позиция. Возможно, конечно, я не прав. Возможно, помогая людям, маги многое нарушают и прочее. Но я не заметил, чтобы за магию и за помощь людям случалось что-то плохое. Я помню свои прошлые жизни. Нигде я не горел, и гиена огненная меня не поглотила. В заключение я хочу сказать, что данный подкаст не имел целью оскорбить какое-либо течение или верование. Это мое субъективное мнение, которое я никому не навязываю. Надеюсь, что вам было интересно. Ждите новых подкастов, подписывайтесь на мой канал. С вами был Саргас. До встречи.